Сластен, да, сладкий очень любит. Мёд любит, вершонку любит, конфеты любит, мороженое любит. Этот медвежонок – звезда интернета. На территории придорожного комплекса в селе Красный Октябрь его заметили зоозащитники и забили тревогу, мол, дикое животное содержится в тесной клетке. Обеспокоились содержанием косолапого малыша и федеральный региональный координатор проекта «Чистая страна» Владимир Бурматов и Роман Ирисов. Найти новый дом медвежонку пока невозможно, поэтому решили исходить из того, что есть. Пока первое впечатление до заключения ветеринаров, есть один из вариантов решения вопроса – это всё-таки оставить его на территории фермерского хозяйства, опять же, под присмотром и под контролем и общественников, и, естественно, и мы в любом случае будем контролировать жизнь животного. Фермерское хозяйство, где планируют разместить мишку, принадлежит Аслану Атаеву, тому самому, который приютил малыша. Прежние владельцы не знали, что с ним делать, и Аслан, можно сказать, спас медвежонка. Не знал тогда, что будет такая большая проблема. Содержать его, кормить его, убираться за ним. А сейчас привык уже к нему, к члену семьи. А он всеядный, сладкий. Кроме мяса, практически всё ест. Кашу делаем, фрукты, овощи. Все посетители придорожного комплекса тоже любят подкормить малыша чем-нибудь вкусненьким. Так что о голодном существовании мишки и речи не идёт. Конечно, хочется вольер побольше. Его и планирует обустроить Аслан Атаев. Ветеринары, с которыми пришлось пообщаться хозяину медвежонка, заявили, животное не выживет в дикой природе, потому что малышу без мамы-медведицы в лесу грозит большая опасность. Он не сможет добыть себе еду, да и более взрослые особи могут его просто задрать. Пока мы не будем уверены, что его не используют в каких-то плохих целях, никуда его не отдам. Ближайшие питомники и вольерные хозяйства не стремятся брать животное на воспитание. Вот и получается, что кроме Аслана Атаева медвежонок никому не нужен. И если понаблюдать за общением хозяина и питомца, можно сказать, они нашли друг друга.